Тема «Преступность мигранта». Вопросы. Вопрос 1. Криминологическая характеристика миграционной преступности. Вопрос 2. Специфика детерминации и причинности. Вопрос 3. Особенности борьбы с преступностью мигрантов. Вопрос 1. Криминологическая характеристика миграционной преступности. Миграция – это процесс перемещения людей через границы тех или иных территорий, со сменой навсегда или на время, постоянное место жительства, либо с регулярным возвращением к нему. Миграция по типам делится на сезонную, миграция из сельской местности в города, миграция из городов в сельскую местность, временная и долгосрочная, приграничная и транзитная. По формам миграция бывает общественно организованная и неорганизованная. По причинам миграция делится на экономическую, социальную, культурную, политическую и военную. По направлению миграция бывает нижняя, то есть международная миграция с пересечением государственной границы. Также бывает внутренняя, то есть перемещение в пределах одной страны. Эмиграция – это выезд из страны на продолжительное или постоянное проживание. Иммиграция – это въезд в страну на продолжительное проживание. Репатриация – это возвращение на родину с восстановлением гражданства. Осевших в России иммигрантов поддерживают этнические общины. Культурные нормы коренного населения эти общины не только не устраивают, но и отвергают. Если ситуация и дальше будет развиваться в этом направлении, конфликты между мигрантами и коренным населением станут только усугубляться. Наши правоохранительные органы работают в реактивном режиме, реагируя на последствия и занимаясь превенцией. Особенности миграции в Российской Федерации. Первая особенность – продолжается эмиграция населения из стран ближнего зарубежья. Вторая – остаются нерешенными проблемы, связанные с вынужденными переселенцами и беженцами. Третья особенность – важная остается проблема межрайонной эмиграции. Четвертая – наблюдается отток населения с территории Дальнего Востока, Северного и Восточно-Сибирских регионов. Пятая особенность – неразработанные механизмы использования иностранной рабочей силы и организации внешней трудовой эмиграции. Шестая особенность – отсутствует точный учет и контроль за эмиграцией иностранных граждан в Российской Федерации. Вторая – специфика, детерминация и причинность. Специфика миграционной политической страны-рецепиента. Во-первых, запустимая миграция. Она связана с высококвалифицированных специалистов, связанных с нокоемким производством и другим видом интеллектуальной деятельности, спросом на которых не отвален на внутреннем рынке, а также на работников, согласованных на тяжелый, неквалифицированный труд, на вредное производство и по минимальной оплате труда. Специфика миграционной политики страны-донора – это ослабление давления безработицы, дефициты валютных ресурсов и формирование национальных квалифицированных кадров за счет их обучения за границей. Особенности развития трудовой миграции на современном этапе. Во-первых, преобладает трудовая миграция в общем объеме миграционных поток. Во-вторых, возрастание роли демографических факторов трудовой миграции. В-третьих, расширение географии и масштабов международной миграции рабочей силы. В-четвертых, увеличение объемом нелегальной миграции, связанной с тенденцией увеличения доли теневой экономики в мире. В-пятых, глобальный и интенсивный характер миграции рабочей силы. Специфика современной миграции из стран СНГ в Россию. 1. Преобладает миграция из стран с далекой от доминирующей российской культуры культурой традиций. 2. Преобладает титульные этнические группы стран выезда. 3. Преобладает мигранты из малых городов и сел. 4. Возрастает языковой барьер. 5. Сдвиг бедной части социального спектра. 8-4% мигрантов относили к себе в группе бедных или очень бедных до миграции. В детерминации преступности мигрантов велика роль конкретных ситуаций, в которых они оказываются после приезда. Мигранты, не имея жилья и средств к существованию, объединяясь в криминальные группы, по национальному и интернациональному принципу вносят нередко заметный вклад в развитие транснациональной преступности. Так, лица, командированные для использования служебных обязанностей, приехавшие с коммерческими, предпринимательскими, творческими или иными аналогичными целями, оказываются, как правило, совершенным выносят из ситуации, чем лица, прибывшие после отбывания наказания и утратившие жилье, пытающиеся восстановить свои жилищные права или преступники-кастролеры, прибывшие с криминальными целями. Ситуации, возникающие у организованных туристов, лиц, приехавший с целью навестить близких родственников, трудно сравнить ситуацию метрозитных пассажиров, ищущих возможности устроиться на 1-3 суток до переезда по месту назначения или тем более бродяг, не имеющих определенного места жительства. Вопрос третий. Особенности борьбы с преступностью мигрантов. Сложности борьбы с преступностью приезжих определяются прежде всего разновидностью контингента мигрантов. С одной стороны, общие меры безопасности населения, применяемые по всем месту, призваны обеспечить правопорядок, охрану прав и законных интересов любых граждан, находящихся на территории страны. Почему чем выше уровень безопасности населения, тем, соответственно, выше и уровень защищенности приезжих, иностранцев и других подобных лиц? Но с другой стороны, интересы борьбы с преступностью и ее профилактики требуют специфических подходов к разным контингентам населения, в том числе и к мигрантам. По оценкам Всемирного банка, Россия занимает второе место в мире по количеству мигрантов – более 12 миллионов человек. Подавляющее большинство из этого числа находится на нерегальном положении. Где работают приезжие? Из 10 мигрантов 4 работают на стройке, 3 в торговле, остальные заняты на производстве, в сельском хозяйстве и на рабочих местах.